Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем принимать меры, которые содействуют структурной адаптации российской экономики в период, когда продолжаются санкции и ограничения. Сегодня эти меры помогают предприятиям наладить выпуск критически важного оборудования, всех необходимых компонентов, чтобы максимально снизить зависимость нашей страны от иностранных разработок и от иностранных поставщиков. По поручению президента мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив в стоимости от 1 до 20 миллиардов рублей. Для этого Институт развития ВПРФ начнет по упрощенной схеме предоставлять компаниям поручительства, совокупный объем которых может составить 200 миллиардов рублей. Согласно утвержденным правилам, с их помощью можно будет обеспечивать обязательства в размере до 50% от полной суммы кредита. Причем доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20% при сроке займа от 3 до 15 лет. Новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств. К другой теме. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства – один из приоритетов работы правительства. В этом секторе решаются многие важные для государства задачи, создаются нужные для граждан и предприятия сервисы, создаются новые рабочие места, рождаются интересные инновации. И сегодня направим дополнительно почти 1 миллиард 300 миллионов рублей на реализацию лизинговой поддержки соответствующих организаций. Она действует в рамках профильного национального проекта, который осуществляется по инициативе главы государства. Такое финансирование позволит расширить число участников программ, которые ведет МСП «Лизинг». Больше компаний смогут оформить соглашение по льготным ставкам до 6% за оборудование российского производства, получить необходимую технику и основные средства. Но и, как следствие, улучшить экономику своих проектов и увеличить объемы выпуска важной и нужной продукции. Сегодня в повестке целый блок региональных вопросов. По поручению президента поможем субъектам Дальнего Востока и Арктической зоны с закупками топочного мазута. Топливо пойдет на пополнение резервных запасов на ТЭЦ и котельных в Камчатском крае и в Мурманской области. До конца текущего года они получат около 4,5 миллиардов рублей. Меры позволят компенсировать теплоснабжающим организациям рост стоимости топлива и обеспечить теплом дома, социальные объекты и наши предприятия. Осенью уже была проведена работа по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, для чего мы частично ограничили и вывоз их из страны. Это помогло остановить повышение цен и полностью закрыть потребности наших аграриев и других организаций горюче-смазочных материалов. Это и промышленность, и, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство. Также сегодня примем решение о поддержке Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Президент поручил обратить особое внимание на интеграцию новых субъектов в систему российского спорта. Правительство ведет активную системную работу для решения этого вопроса. Ранее направили средства на капитальный ремонт, спортивная инфраструктура, а сегодня выделим дополнительные ресурсы на восстановление еще 10 объектов. Это и ледовые арены, и бассейны, и стадионы, учебные комплексы и школы. Благодаря принятым мерам у любителей и профессиональных спортсменов появятся современные удобные места для тренировок, что будет способствовать развитию массового спорта в этих российских субъектах.